Дорогие друзья, нахожусь в закрылах Козырева, сейчас проверим диагностику, сейчас посижу здесь и проведем диагностику повторно. Здесь оно выстроено по сторонам света, то есть вы сейчас как раз лицом на север сели. Оно у нас в форме, в авторской форме, это многогранник, 12 грани, при этом есть, если посмотреть, грани широкие, есть узкие. Получается, что вот эти три узкие, они расположены по определенному направлению, юг, северо-восток, северо-запад, они помогают энергией сильнее закручиваться в процессе. И что важно, это золотое сечение тоже применяется, принцип золотого сечения. И сейчас я дверку закрою, предлагаю вам расслабиться, посидеть. Если есть какой-то запрос, можете нарисовать образ того, чего вы хотите и запросить, как к нему прийти. Благодарю вас, давайте начнем. Друзья, приветствую. Итак, вот мы с Владимиром посетили интересный центр в Москве. Там представлены технологии Николы Тесла, которые позволяют с помощью высоковольтных плазменных технологий получать максимум информации буквально за 2 минуты времени. Информации о здоровье человека, о состоянии, скажем так, энергетических центров, то есть меридианов. Технологии основаны на том, что наши живые ткани пропускают постоянно электрический ток. И вот эту разницу потенциалов мы можем измерить. Можем измерить и по состоянию на пальцах рук. И далее программа обрабатывает, и мы имеем конечный результат. Владимир, дорогие друзья. Я был очень удивлен, потому что этот аппарат действительно наглядно показывает ауру человека, его недостатки. И после того, как мы посетили зеркала Козырева, были действительно изменения. Я очень удивлен тому, что действительно это все так точно. Потому что мое состояние я знаю и действительно свои какие-то минусы там получилось изменить. Игорь, расскажи, пожалуйста, подробно, как это работает. Собственно, друзья, у нас есть три состояния, прежде всего. Это гипотонус, гипертонус и промежуточное между ними тонус. Тонус – это оптимальное состояние, где мы не просто расслаблены и вот как мешок ничего из себя не представляем. Гипертонус – это когда мы перенапряжены, когда у нас что-то спазмировано либо гиперактивировано и идет перерасход энергии. То есть это как режим автомобиля, где мы включаем там на шестую передачу, да, машина едет быстро, но топливо расходуется там в три раза больше. Даже если мы ускоряемся в два раза больше, расход там в шесть раз больше, например. По отношению к здоровью человека это, естественно, неприемлемо. Поэтому в случае экстремальных опасностей наш организм активирует себя на максимальную катушку, да, вот, и мы входим в гипертонус. Вот, но далее нам нужно выйти из этого состояния и войти просто в тонус, в оптимальное состояние. Данное оборудование, еще раз, через высоковольтные технологии, плазменные, анализируя нашу внутреннюю электрическую составляющую, выводит на экран компьютера все необходимые данные для анализа. Я развиваю данные технологии уже четыре года, собственно, сотни людей опробовали. Вот у меня есть на канале плейлист по биорезонансу, так сказать. Названия могут быть разные. Это может быть компьютерная диагностика, это может быть спектрально-волновая диагностика. Разное название, собственно, аппаратов и программного обеспечения. Но большая часть приборов базируется именно на советских разработках. То есть советские ученые, целые исследовательские институты, это тысячи людей, пропускали через данную диагностику, данный метод тестирования десятки тысяч людей и методом анализа получаемых данных, зная изначально, какие отклонения от нормы у тестируемых людей, собрали базу для того, чтобы компьютерная программа самостоятельно уже выводила нам на экран за две минуты, с чем мы имеем дело. И мы пронаблюдали состояние до, когда мы просто приехали после полутора часов езды по пробкам и в целом небольшие стрессы. И вообще это было утро, скажем так. Далее мы увидели какие-то отклонения. Я применил свои практики. Это вот азонирное масло, это упражнение. И, собственно, внутренняя психическая концентрация на здесь и сейчас. И мы увидели в программе, как происходит баланс, как все энергоцентры начинают работать на полную катушку, причем в экономичном режиме. Собственно, к этому и стоит стремиться. Это тот самый внутренний стержень, о котором все говорят, но называется «не знают, как измерить». Состояние гармонии практически достижимо. И вот резонанс со вселенной, где мы получаем, черпаем из вот этого внешнего поля всю необходимую для жизни энергию, это состояние может быть достижимое. И те технологии, которые мы доносим до вас, они напрямую уже 150 лет в этом людям помогают. Есть опыт мировой. И, собственно, предлагаю ознакомиться подробнее. А я просто посидел полчаса в зеркалах Козырева, и результат был налицо. Действительно. На 10% мое состояние улучшилось. Должно быть больше 50, у меня было 41, по-моему, да. И после того, как полчаса я посидел там, стал 51 или 52, уже точно не помню. Тем не менее, дорогие друзья, мы все там для вас сняли. И сейчас приглашаем вас посмотреть этот материал с нашими комментариями. Смотри, принцип. Мы как будто снимаем отпечатки пальцев, поэтому все, что нужно, сквозь мембранку просунуть и на стекло ровно положить. Хорошо. То есть нажим такой естественный, не продавленный. Все. И с большого пальца правой руки, да, просто начинает. Так, положил. И ровную коробочку, то есть, чтобы горизонтально была нога. Все. И следующий. Друзья, электрическая световая природа человека, как видите, уже многими познана. Поэтому для всех тех, кто не боится глубины своей природы, предлагаю нам объединяться для того, чтобы сопоставлять все уже достигнутые технологии. Объединяясь всех самых лучших специалистов. Еще разочек. Не очень много. Последний, да? Передпоследний, да. А там есть хитрость. Нужно либо его вверх... Ну да, да. Еще раз? Да. Хорошо. Здесь хорошо. И такие указательные еще переснили. Так вот это, да? То есть, они одинаковые? Угу. То есть, она подсвечивает. Так и поправлю. Угу. Ну и левый тоже. Угу. Хорошо. Все. То есть, сделали съемку, отсняли, да, то есть, как мы обычно рассказываем человеку. То есть, есть эффект Кирлиана, на основе которого устроен прибор, да? А его короткий суть и смысл, когда мы что-то токопроводящие, а мы токопроводящие, да? А помещали в переменное магнитное поле высокой частоты, да? То есть, вот такого объекта возникает свечение. То есть, эффект известен с 1377 года. Ну вот, Тесла тоже им хорошо пользовался, но благодаря супругам Кирлиана, которые там делали фотографии, да, прям вот какая-то вторая волна была. Но то, что они делали, это была фотоплёнка, фотоплёнка, фотопластинка, долго проявлялась, да? То есть, все, что делал Каракал. Сейчас все намного быстрее доступно. Да, то есть, вот все, мы практически отсняли, и, не знаю, там Семену Давыдовичу и жене сэкономили, наверное, сотни. Вот. Правильно это называется кирлиановское свечение объектов, которые пальцы, да, можно там, коронарным свечением назвать. То есть, все. Совершенно четко понятно там научный эффект. Это с одной стороны, да. С другой стороны, все уже знают, ну и большинство, да, что проекции органов и системы немного куда выведены интерфейсы, да. То есть, ясное дело, да. Здесь у нас больше всего и нервных окончаний и капилляров, вот. Потому что, если брать руки в приложение к мозгу, то 30% вот эти штуки занимают. Да. И по площади, и по объему. Да. А вот. Так же ножки, проекционные точки на ушах, на голове, капунтурные, биологические активные меридианы, куча методик на этом основаны, да. По-короткову. Не буду углубляться, да. То есть, теоретически было понятно, как это должно выглядеть. И потом, практически, получалось, за органы и системы отвечает секторосвечение на каждом пальце. То есть, вот она связь, да, сектор, да, энергетика и, ну, напрямую связь с органом системы. Причем, связь очень простая, да. В органе и системе нормальная энергия, свечение ровненькое, да. Недостаток у Игоря, ну, поскольку он знает, электрически у человека такого нет. Свечение мало, переизбыток свечения много. То есть, тут хорошо заполненная энергетика, ну, может быть, там, чуть-чуть уставшего человека, да. Если внешне. И поэтому, зная, какие сектора на каких пальцах за что отвечают, программка просто собирается едино и получается энергетика. Да. Проекции всех органов и систем есть как на левой руке, почти всех, если быть точным, так и на правой, да. Поэтому здесь вот-вот энергетика левой части тела, все, что по левой руке. Какие органы отсутствуют на этой проекции? На этой проекции отсутствует все, что ниже пояса. То есть, ноги уже не отображаются, да. То есть, здесь у нас идут органы и системы, то есть, это не аура, да, и ниже, там, соответственно, там, системы организма. Сердечно-сосудистые, эндокрильные, там, мерные и так далее, да. То есть, вот когда мы получили, там, энергетика человека, то есть, первое, что мы смотрим, это насколько она симметрична. Да, потому что там симметрия, она, если отсутствует, то дальше, там, на уровне мышц это сильные и слабые мышцы, и пошли какие-то там перекосы, да. То есть, у тебя хорошая, вот в этом смысле, симметричная энергетика. Теперь очень интересный был вопрос от оператора из зала. Это Владимир. Тут очень важно, да, то есть, многие как-то что-то пытаются сказать, да, лучше, если будет какое-то определение, да, которое раскроет суть явлений. То есть, вот с нашей точки зрения, психосоматика, это влияние чувств и эмоций, да, через энергетику на органы и системы. Да, то есть, условно говоря, вот если мы кого-то меряем, а у него какие-то большие сердечные переживания там или что-то, мы увидим недостаток энергии на сердце. Замечательно. И дальше там уже достаточно просто, есть соответственно, не стопроцентное, но там, почки это страхи, печень, гнев, раздражение, кишечник, перевариваемость. Но уже людей событий позвоночная гибкость, да, то есть, это ни в коем случае не диагноз, но вот эта штука, в отличие от узконаправленной медицины, она как бы дает общее понимание, да. То есть, в достоверности 80-85, но мы видим энергетику человека целиком. Да, и часто можем вот-вот-вот ему подсказать, где искать, да, потому что где-то рыть в одном месте, если причина в другом, это, ну, не совсем комфортно. Вот. Это многое упрощает. Вот эти две вещи. Ну, я говорю, что здесь определение, в принципе, с ними все согласны, да, то есть, другой вопрос сразу возникает, когда у человека, там, одна и та же психосоматика, да, а почему он постоянно вертится в этих негативных чувствах и эмоции? Ну, а здесь мы тоже достроили, да, направление, то есть, кинезиология. Что о моей психосоматике можно сказать? Можно протестировать. Ну, на твоей психосоматике пока можно сказать, что она достаточно хороша наполнена, да, ты подуставший. Да, я вчера ультрафиолетом, друзья, глаза себе спою, будьте аккуратнее. Это тоже видно, да, то есть, мы посмотрим. Ну, если мы смотрим сводные анализы, да, Игорь находится у нас в абсолютно нормальном параметре по уровню стресса, да, то есть, он чуть-чуть повышенный, но это мегаполис, обычно мы все-таки, ну, как шуршим, да. То есть, поэтому энергетика, она в оптимуме, но немножко на низком уровне, вот здесь очень интересно, да, то есть, мы меряем в моменте здесь и сейчас, и здесь очень большое доминирование правой руки, да, то есть, если мы соотносим, там, тело человека с полушариями, то известна правая часть тела, левая полушария, и наоборот, да. Если мы берем генетику телостроения, правая часть тела, то левая полушария больше на основе отцовской ДНК, по правилу Парета, и наоборот, да. И вот это говорит о том, ну, впрочем, это и видно, о том, что Игорь, он не прекращает сейчас о чем-то думать, да, то есть, идет некий мыслительный процесс, да, крутится центрифуга, да, вот именно какого-то левого полушария. Что-то там мыслью, что-то там складывается, да, еще раз говорю, медиагноз, да, то есть, нужно несколько съемок сделать для того, чтобы что-то оценить, и что еще важно, да, не рассказал, за что мы безумно любим кратко, приходит человек, да, а человек пришел в текущих мыслях, в текущем направлении, не знаю, с какой ноги встал, и куча других факторов, да, которые можно назвать психосоматикой. Так вот, если мы снимаем его без фильтра, мы именно снимем его текущее энергетическое состояние, да, но поставив фильтр, он устроен таким образом, и за счет свой фильтр, и за счет программного обеспечения, что мы убираем психосоматику, да, и тогда к нам пришел человек, который встал с правильной ноги, который там не крутит там мысли, и это называется ресурс. Вот эта штука, она гораздо важнее, да, то есть, вот это мы можем, то есть, поэтому Коротков, вот у нас хороший прибор. Ну, мало ли, не знаю, там, сейчас меня кто-то расстроил, я померил, весь разлетелось, да, но поставил фильтр и вижу о том, что, собственно, запрос про прочности еще нет. Кстати, эти два прибора, они в совокупности действуют или это отдельно? Ты знаешь, мы их используем, но я говорю, что то больше познавательно-развлекательно, у нас есть специалист, который прямо на том, хорошо, да, но я больше все-таки вот это точнее, да? Со сдвижкой в науку, хорошо, вот, очень интересно реализованы и чакровые системы, да, то есть, тут что можно сказать, вот эта зона, если мы берем зелененькая, да, она считается нормой, да, то есть, в любом случае, Игорь находится в норме, вот, теперь дальше очень интересные вещи, да, есть абсолютно сбалансированный вид, ну, я считаю, что его только в моменте можно поймать, да, поскольку мы живые, энергетика двигается, да, но у Игоря сбалансированный, да, почему мы с ним связались или почему я ему написал, да, то есть, ответ для меня находится вот здесь, да, потому что много любви к чему-то, да, может быть, не только к жене и так далее, но еще к окружающим программам, ну, к пространству, да. То есть, извиняюсь, размеры шариков, они разнятся, а то, что они находятся не по линии. А сейчас я расскажу, то есть, здесь, здесь, то есть, здесь видно, что он немножко устал от своих каких-то мыслей, да, то есть, поскольку я говорю, что процесс чего-то запуска, да, или процесс продвижения, он всегда требует, там, ну, не бывает, что он гладко, все равно какая-то... Это расход энергии. Да, 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 то есть, это все четко видно, вот-вот, вот, вот, сердце ее уже похвалил, большое, да, вот, вот, а теперь, если мы рассматриваем чакровую систему, но не по наполнению, да, немножко постишкам. Здесь вот очень интересно, у нас немножко с разработчиками не сходится мнение То есть они со стороны аюрведы все это посмотрели и сказали, а вот этот человек к этому стремится Нам показалось, что важнее человеку понимать, где он стоит на данном конкретном этапе Для того, чтобы оттуда куда-то уже идти И тогда вот согласно нашей концепции, здесь есть движка либо влево То есть это не левая и правая сторона, а вот просто по экрану влево или вправо Сдвижка влево – это сдвижка во внутренний мир человека Сдвижка влево – это сдвижка в социум Можно посмотреть диаграмму энергии, энергорезерв 56%, есть оптимум, который лежит в зеленой зоне То есть мы в свое время мерили в звездном городке, в отрядах космонавтов У них все лежит по зеленой зоне, но не окружной Ну, поскольку тоже живые, это как эквалайзер, то есть это важно понимать И теперь какие вещи? Понимая, что у нас есть связь чувства и эмоции органной системы Мы это можем развернуть в другую сторону В виде предположения Тогда вот все эти пики – это вот какие-то твои текущие эмоциональные состояния, собранные Не факт, что они прям совсем достоверными, может быть, на них стоит обратить внимание То есть мы как бы разворачиваем Левая сторона – это отношение к противоположному полу по психосоматике То есть там немножко этот момент пропустили, но это можно посмотреть Давайте посмотрим, все интересно Правое отношение к себе и реализация Это первый человек, у которого выброс на иммунной системе по правой стороне То есть во всех наших съемках мы такого не видели То есть это называется либо собственный сверхактивированный иммунитет Поэтому вот-вот-вот-вот То есть род деятельности продукции, она может на это оказывать влияние Потому что у всех людей, как правило, ну я не знаю, давай я просто кого-нибудь тыкнул Смотри, смотри, вот это иммунная система Иммунка, иммунка Давай вот этот показатель Иммунка, иммунка И в кого бы я ни тыкнул То есть мне память хорошая Иммунка, иммунка Да, то есть ты каким-то образом запределил иммунитет Именно по мужской линии Прими восхищение Утрафиолет, друзья, один Кстати, у утрафиолет активирует эстосторон На этом моменте получилось, что твой иммунитет буквально зашкаливает То есть такого вообще не видели И было сказано, что это связано с твоей профессиональной деятельностью Как ты считаешь, это действительно так? Друзья, учитывая, что озонотерапия повсеместно применяется в виде внутривенного введения Озонервного физраствора Либо обкалывания озоном Что вообще болезненно, неприятно И естественно человек не будет каждый день или несколько раз в день делать себе 40 уколов Просто чтобы на 20% лучше себя чувствовать То в общей практике практически нет подобных случаев уже длительное время То есть данный вид деятельности Моя профессиональная деятельность Это применение озона в воде без газа в воздухе И нахождение в этой воде с высочайшей концентрацией озона Стимулирует все обменные процессы Стимулирует митохондрии прежде всего А митохондрия не отвечает за иммунитет И неинвазивный метод Без боли, без уколов, без иголок и так далее Позволяет применять это хоть два раза в день И да, я вот три года применяю по разу в день, по два раза в день Вместо кофе, вместо истощающих каких-то веществ И всех тех веществ, которые на самом деле подавляют иммунитет Давая 7-минутную нам какую-то энергию Озон с кислородом, соответственно, с выделением кислорода С увеличением коммуникации между клетками благодаря ультрафиолету Непосредственно дает очень мощную альтернативу И то, что приборы это показывают, я ничуть не удивлен Потому что, еще раз, я на своем канале Вот четыре года назад активно занимался диагностикой И показывал в динамике То есть я проводил три тысячи исследований В моменте времени И на голодании И в моментах перехода с одного вида питания на другой И с применением различных средств для улучшения работы организма И с применением озонотерапии, в частности И я наблюдал всю эту картину И, собственно, именно благодаря эффективности метода Данная процедура помогает и справиться с онкологией И с диабетом То есть все то, что пропагандируется официальными СМИ Как невозможное для излечения На самом деле начинает излечиваться уже через 30 минут процедуры То есть сахар в крови падает Если замерить до и после, сахар падает У меня множество отзывов о диабетиках То есть это для несведущих фантастика А для общей мировой практики 150-летней Это банальность И я вот эту банальность, очевидность Но при этом Опять же забытое, старое Доношу до вас, друзья Игорь, скажи, пожалуйста Вот мы с тобой проходили тест на аппарате газоразрядной визуализации Я так понимаю, что технология Никола Тесла Она схожа с твоими технологиями Расскажи, в чем схожесть и как это работает Друзья, собственно, сами слова Газ и разряд Заряд, разряд Они уже объясняют нам принцип действия И, собственно, те технологии, которые я использую Они через кварцевую трубку Которая создается из тугоплавких материалов Позволяет пропускать газ И далее идет высоковольтный разряд Через кислород Заряжая кислород до более высокоемкого состояния В котором хотя бы временно Этот кислород удерживает на себе определенный заряд И далее в виде озона, О3 Удерживается в воде И далее происходит разряд Опять И при разряде Вот эта вот дополнительная энергия, которую он удерживал Она устремляется в нас И разряд происходит в спектре ультрафиолетовом При этом низкоинтенсивном И это очень важно Потому что такое излучение не вредит нашему организму Такая дозировка Такой микродозинг ультрафиолета Он стимулирует обменные процессы И да, Тесла экспериментировал с газоразрядными технологиями Еще сотню лет назад И эти технологии плазменные, скажем так То есть другое состояние материи И это свойственно не только газом А вообще в целом веществу Когда оно разгоняется до других скоростей Когда оно прокачивает через себя большее количество эфира Интересно Позволяет выходить на новый качественный уровень То есть получается, что с помощью этого аппарата Можно получить еще и данные Которые очень точные, я бы сказал Потому что мое состояние И то, что я видел на экране монитора Действительно было такое То есть я был удивлен, дорогие друзья Поэтому, когда мы читаем мифы Или даже религиозные тексты И там святые люди светились То есть испускали определенное излучение То это не какая-то фантастика Это реальность И мы с вами тоже в определенной степени святые Просто возможно не в той степени, чтобы нас заметили Да, да, и действительно Эту ауру, которую я видел на экране Действительно ее и показывают В интернете повсюду Тут мы действительно столкнулись с этим воочию Дорогие друзья Я всем рекомендую пройти подобные тесты Узнать, где у вас не хватает И, кстати говоря, зеркала тоже поправили значительно Мое состояние Но что касается озанименных ванн Это, конечно, в разы больше Я хотел бы сделать акцент на том Что не зеркала тебя подправили А именно твой организм сам себя выправил Находясь в более естественных условиях На данном, на тот момент Никакой внешний инструмент практически не влияет То есть максимум мы можем уменьшить агрессивность среды И подать сигнал в организм, чтобы тот сам себя выправил Данные человеческого существа женского пола Находится в полном балансе по сводным параметрам То есть и в оптимальной зоне Имеет разбалансы органов и систем Что очень действительно редко встречается То есть это, пожалуй, самый важный параметр Когда мы сводное смотрим Хочется похвалить о том, что Ну, я не знаю Тут Это на девятом месте беременность Может быть, подойдет такая терминология Два сапога пара Что у Игоря выравнивание 95% чакровой системы Что у Алены И это на самом деле Ну, очень хорошие показатели и параметры То есть чем ближе к центру Тем Как бы стабильнее энергосистема и выровненная Она, естественно, живая, она гуляет Да, в зависимости от тех ситуаций, которые мы встречаем Но здесь очень такая большая выровненность И если немножко там, допустим, сравнить с Игорем То опять же, два сапога пара То есть такое ощущение, что вы в чем-то одном Зеркально отображаете? Да, 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 да То есть вот этот момент четко А еще то, что бывает достаточно редко Да, но это вот в моменте у Алены Ну, хорошая связь Может быть, благодаря беременности с Коворцом Может быть, благодаря там чему-то еще То есть это вот прям надо выделить ее огромным-огромным Да, поскольку она стоит на оси Ну, это, конечно, ну, действительно очень здорово И сердце зелененькое И сердце И сердце у вас одинаково примерно размеры И очень хорошо выстроен, условно говоря, материальный уровень Да, начиная там от радости и счастья Да, через какие-то дела Ну, какой-то уже такой... Но все равно, друзья, видите, что такая женщина То есть выстроили у нее все, я там гармонизирую А она все равно больше в свободу заходит Это мужской взгляд на вещи У женщин другой Энергорезерв 57% То есть тоже все в норме Вот, в принципе, находится Здесь все равно идут еще процессы Связанные с рождением ребенка Да, но более-менее там Все хорошо выровняно И здесь очень радует о том, что баланс Он практически присутствует И везде То есть здесь подсвечивается столбик И когда у нас снятое по левой, по правой руке Оно расходится больше, чем на 20% Ну, я опять включил свою центрифугу мозговую Ну, да Ну, то есть здесь все равно какие-то исследования Нужно проводить в одинаковых условиях Вот, что, Владимир? Итак, я побывал сейчас в зеркалах козырева Предварительно я прошел диагностику Теперь мы посмотрим, какие изменения Я просидел в зеркалах полчаса Ощущение прекрасное Ну, ты светишься как-то реально Я рад Сейчас посмотрим Я рад, мне очень интересно посмотреть, какие изменения Есть ли они вообще Поддержать, чтобы сейчас Я довольный Зрительный зал Выглядишь-то очень довольный Правда? Все, да Давай с левой, с большого Все равно Раз уж поставил Да Так Угу 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 Тогда еще безымянные левые руки Ой, правый, правый Все правильно Можешь левой чуть-чуть развернуть, чтобы не под таким углом Левой большой Просто вот так Развернуть Оставить Сделаем сравнение То есть Это возможно Так Я задам Сравнение Просто посмотрите То есть что у нас произошло Вот это было Да Это стало То есть здесь относительно энергии меряется Заполнение Да То есть было там условно Там 37 по свечению Да Стало 40 Сколько было? 37-40 То есть по энергетике прибавили Да То есть если рассматривать отдельно Левую сторону То левая сторона Ну видно, что заполняться начала Да То есть как Это было Как некая женщина Вот это было Это стало Да Было Стало Да То есть вот А здесь посмотрим потом То есть здесь у нас вот оно общее Да А здесь мы отдельно левое-правое еще и взяли То есть вот это до левое Да Правое после То есть где Там на голове прибавилось Ну на голове прибавилось Может и в голове прибавилось Ну это было бы шикарно Если корона вырастала бы в голову Видно, что вырастает Но здесь, да Здесь тоже подзаполнилось То есть здесь хорошее Плюс еще Здесь был промежуток А, был, да Часто здесь Как сердечно-сосудистая Да Здесь полное заполнение Да То есть как бы процесс Дорогие друзья Удивительно Действительно 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 Заметно Здесь будет разрыв Очевидно Там он заполнился Ну там сердечно-сосудистая Она, как правило Связана с какими-то Волнениями Переживаниями Да Хорошо Вот такой процесс Это чакровая система То есть вот Это у нас было на входе Да Вот это у нас на выходе Да То есть здесь ты По крайней мере Верхом подровнялся Да А вот это желтый Третий шарик Он за что отвечает? Если он уходит влево То это как система Суперконтроля Если он уходит вправо То это как бы Расслабленность Да И какой-то Ну ему не нужна была Ответственность за происходящее Да Он просто Был как наблюдателем Да То есть здесь вот Некое выравнивание Зеркало Оно как в принципе Устроено по нашему наблюдению Оно старается Человека соединить С космосом Да Старается соединить С землей И потом запускает Процессы восстановления Ага Да То есть ты просто сидел Можно было медитацию Слушать У нас опять же У нас со специалистами Эти сеансы проходят То есть Ну я расслабленно Старался Разогрел Думал о хорошем Вот Мечтал Вот Здесь у нас получается Было-стало Да То есть прибавилось энергии То есть стресс У тебя все равно Чуть-чуть увеличенный Да Но он стал поменьше То есть была четверочка При 97 Стало По энергиям вырос Да То есть вот здесь Там существеннее Взгиб И немножко подуспокоилось То, что называется Подсознание Да То есть Левое полушарие Там логика Правое полушарие Ну там Я не знаю Что-то образное Там Чувственное И так далее То есть здесь Ты больше гармонизировался Да То есть Такие вещи Теперь по диаграммке Энергорезерв На входе Был 41% Ну в принципе Считается Что там 50-60 И дальше Это норма Да То есть Капельку Были подусталые Да То есть Сейчас 53% Ну вот Значительно 1,2 1,25 Да То есть Ты подрос Значительно Подрос И как бы Видно Что больше Стало К зеленой зоне К области Нормальной Действительно Заметно К этим нормальным Энергиям Относиться Ну и Как я уже говорил То есть Формально Удивительно Здесь и сейчас Энергетика Но надо мерить С фильтром И без Для того Чтобы Отсмотреть Как Твои Внутренности Сдвинулись Да Как на их фоне Здесь и сейчас Ну То есть Эффект Ну действительно Такой Заметный Потрясающе Вот Если внешние наблюдения То тебе уже люди Озвучили Да Что Вот так Мы сходили В зеркала Козелева Я Если честно В восторге В дальнейшем Буду Применять Озонированную Воду В ваннах И Там На этом аппарате Проверять Своё состояние И об этом Я вам В будущем Расскажу Поэтому Следите За Следующими Нашими Выступлениями Друзья Фантастика Стала реальностью Благо Век информации Мы можем Познать Все эти технологии Есть все средства Для того Чтобы их Воссоздать И чтобы они В нашей жизни С вами Помогали Укрепляли Наше здоровье И делали Нашу жизнь Интереснее Спасибо за субтитры